Уже больше года это место пустует. Единственным украшением центра площади являются только цветочные клумбы. Раньше здесь стояла стелла, но она морально устарела. Порняту было решение убрать вот эту немыслимую конструкцию и найти взамен что-то, что могло бы соответствовать административному центру. Главное, чтобы действительно что-то интересное, современное и много со временем. Вот это важно. Вскоре на кольцевой развязке будет установлен стилизованный герб города Видное. Высота композиции составит порядка трех метров. Она будет светиться в темное время суток. И по замыслу создателей это будет своеобразная главная точка всего Ленинского района. Это будет простая фигура, трехсторонний треугольник объемный, светящийся, который будет украшением и центральным местом площади. У кинотеатра «Искр» проходят концерты и народные гуляния. Теперь здесь планируется установить весьма оригинальную конструкцию. Возле кинотеатра «Искра» там по месту будет видно, чуть вправо-влево сдвинем, это на месте решится. Но это планируется такая большая инсталляция. Будет слово «видное» буквами, вместо буквы «О» будет вот это «яблоко». По замыслу авторов, вся надпись будет довольно внушительных размеров. Соответственно, и яблоко будет таким большим, что в него вполне можно будет войти, чтобы сделать эффектную фотографию. Многим видновчанам полюбилась надпись «Я люблю видное», которая была установлена в сквере 50-летия нашего города, напротив пожарной части. Во многом именно благодаря популярности эту конструкцию пришлось снести. Сейчас на ее месте осталось только сердце. На ней фотографировались, подчеркиваю, на ней, в связи с чем она пришла в негодность, но и восстановлению в принципе не подлежало. Приняли решение, чтобы, не дай бог, никто не поранился, ее демонтировать. Но пустовать скверу осталось недолго. Вскоре на этом месте установят такую же композицию, но она будет немного изменена. Конструкция будет подсвечиваться ночью, а для ее изготовления используют более прочные антивандальные материалы. Независимо от того, что наш город такой молодой, 50 с хвостиком, это ведь ни о чем, но все равно должны быть какие-то свои знаковые места. Вот это одно из наших знаковых мест. Я уже молчу о том, что у нас есть места, которые для наших ветеранов имеют особое значение. И считаю, что таких мест должно быть очень много, и мы должны любить город и как-то его украшать. Пока на этом месте стоит композиция из флагов, но скоро на смену ей придет малая архитектурная форма, которая будет призвана заявлять всем, кто проезжает по этой развязке, куда именно они направляются. Планируется большая композиция из букв просто «Город видное». Она будет установлена с двух сторон. На кругу, ну кругом назвать его сложно, вот вытянута, скажем так, вот эта газонная часть при въезде из Расторгуевской части в сторону города Видное, улицу Школьную. Вот визуализация этой конструкции. Даже на фотографиях выглядит весьма эффектно. Место для установки, естественно, выбрано не случайно. У нас на въезде со Старокаширского шоссе уже есть стела, старая стела, которая указывает на въезд в наш город, город Видное. И логично будет тоже со стороны Дона, Москва-Дон-трассы, тоже поставить стелу, малую архитектурную, современную уже форму, Видное. Это будет замечательно, красиво и, что самое главное, современно. Лето в Видном и во всем Ленинском районе традиционная пора обновлений. Но кроме ремонта того, что уже существует, в городе появятся и совершенно новые объекты, которые будут радовать жителей города. Максим Козлов, Константин Брылов, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.